Продолжение следует... 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 вот это шаги предложил один исследователь изучать непонятные корни эти шаги представлены у нас табличка то есть мы сначала собираем несколько слов под ним и тем же корни автомобиль автобиография авто да скажите пусть у нас первый шаг ребенок выделяет общий корень общую марфию можно корни называть кратия графе я логиня что он означает попытаться во вторую колонку начнут выходе записали в таблицу а в третий какой-то значение как ты сам думаешь в общем автомобиль самый движущийся вот отсюда мобильный телефон я посвящал уроку в сентябре сейчас будут первые уроки во всех параллель всех классов начиная с пятого у нас в школе у вас приходит уровень 10 класса тоже самое со студентами работаешь так начинаем с грецизм и древние греки вышел древний грек может театрализация на сцену вышел на божий свет оглядел землю и сказал о гео что это такое ребят сначала что это он сказал он произнес слово земля дальше он поднял глазах небесами спасибо тела бог бог ты отсюда арте лист отсутствие покупать и отсутствие веры теология изучения на богословии дальше древний грек он себя назвал это человек отсюда какие-то антропологии дальше он почувствовал что над его это жизнь био делится на физио и физио неживая природа и дальше этим корням он стал науки образовывать науки изучающий соответствующий объект логиография метрия и много еще есть кратер здесь перевода нет давайте отдите логия логословом и филом и веществом широком смысле логии изучение графе я описание метрия измерения поэтому первые геометры и фагон они измеряю землю треугольники по земле я измеряю но меня в новости за таком он не будет сонима он не мог имя а это нового слова сезон и кратить антиномия закон противоположности а вот полмонии я сильно не мертонии там они слова и кратия власть и и попробуем с этими уже состав составе слова как можно больше кто как не знает мыслимые и немыслимые науки следующий второй дарайс кубик рада как осласть поэтому например где демократия совершенно архия с римского власть древнеримская кратия греческого поэтому и те и другие названия власти монах аристократия власть лучше дальше человек увидел сон что он не один социум что такое социум общество социальный общественный но суток делится на дэвус и аристос дэвус народ аристократии уже в время греции было истократии дальше человек почувствовал продолжаем наш сюжет про древнюю греку что люди его что-то бьется у психо сказал что это нам деться как душа психея душа психа отсюда психология и поэтому именно этой душой почувствовал что стареет что быстротечно жизнь хрону великий хронос время править всем хронология и поэтому поспешил устраивать эко-эко хозяйство дом получается что экономия закон хозяйствами а экология это изучение хозяйства не я но вот это первое значение сейчас конечно экология как общая ситуация экологические проблемы говорите ситуация и это все это все орфо сказал древик то есть это все правильно чередовались поэтому ортопед правильная нога орфография правильное написание и дальше те же у нас 4 или 5 да таких вот корней во второй части слова то же самое аристократия пусть поиграют загадают но интереснее когда они вот они все эти корни это самые первые здесь они все объединены 1 2 чтобы ребята запомнили хорошо мы предлагаем такое чередовать с творческим упражнением когда нужно придумать загадать или прибор механизм фантастически объединить два или три корня а пусть группа разгадывает ты загадываешь и рекламируешь где кому могло бы это пригодиться тогда лучше вот с механизмами у вас какой колледж строительный то есть ребята с инженерной жилкой все-таки мальчаки и ландшафтный дизайн ну то есть разные стены с приборами очень хорошо поработать в школах работают мальчишки лучше они уже знают например вот вам из старых и старую сумму граф метр графе я описываю щит очень черный метре измерения метр измеряющий а скоб как вы думаете телескоп микроскоп стопили наблюдать телескоп да наблюдать за теле далекими микроскоп наблюдать за маленький фото свет фонозвук поэтому фото украф как расслабились пишущий цвет фонограф звуком записывающий тут их под фонограмм петь грамма за письмой в грамм и игра в общем-то это варианты одного и того же корме записывающий и запись и дальше вот вот интересный литературу тоже не притворить да и русская литература у вас сокращенная численно литература литература 10 классе дети часто улыбают это часто используют просто не понимают как раз они все его уграничат а вот для тех же точек не узнают можно такой провести вообще коллеги сейчас урок он лучше быть как можно больше такой понятно растения не надо стремиться усложнять вот и лучше на пальцах на схемах на картинках у них визуальный ряд должен и не бояться даже в университете большом университете я была на лекции по теории литературной в курсе профессор геннала что-то автор учебников говорится ракурсникам ребята главный герой страстепенный герой это примерно как родной брат и двоюродный брат автор родного брата как часто каждый день это главный герой его во всех тонкостях нам написали рассказчик и планера поведения походка и речь а двоюродного брата увидим реже какие-то черты его нам остаются незнакомыми поэтому второстепенный персонаж это двоюродный брат автора главный герой городной брат автор и показал что это такая немножко для университета очень упрощенная трактовка но я когда посмотрела на выходе из выходящих студентов они все только это очень утили в районном царе параллель от районного отправить то есть это работает потому что это наглядно и пусть это не академическое я подумал можно сказать что один из них смотрит нами как будто в телескоп где вселенную ночь бездну ночи вот отчего на ночь микроскоп на тончайшем движении здесь кто микроскоп смотрит артур телескоп вечер где полутона аналогия понятно дети в общем-то будут там из таких старин двойчатки две весны две ночи помогает метафора их внутренние дифференцировать ну вот эта игра которая сказала фантастические приборы вот тут они плохо видны ну например кто-то физиолог психо-визор телоскоп ну вот попробуйте переведите диалогу маску мы сказали калибра на улице и гормон удающийся бог за чего и кому не важно с чем да это будет связано главная чтобы они запоминали не боялись посмотрите дома из двух из трех корней игра такая классе можно по группе да очень хорошо но только из этих же корни то есть лучше нам эти дай бог уснуть много и не на осоединяйте можно ну да можно и попробовать языками владеете пожалуйста кто-то там с английского 1 . дальше коллеги следующий шаг поиграли вот они фантастические больше был психо-визор ну что такое зол психо-визор кто мне скажет золо наблюдение за душой живут проглатывать костю домашнюю таблеточку у тебя на экранчике видно какое у нее настроение о чем она будет или там за мыслями да пусть по фантазирует самое главное здесь это привлечь внимание к этим корням чтобы они не боялись рассказать так я что-то узнаю другого слова это мне поможет корень аха ну и вот такая же примерно как у вас табличка только может быть частично другие слова здесь слева уже написаны эти части слов которые у вас должны быть вторым столбом а справа набор этих слов это очень хорошее умение коллег если мы начинаем с нового стандартного анонсанда была узнай подросток если вы сразу же берите вот это тот и я переведем они за полный из-за этих братья деятельность тоже есть но в данном случае я говорю и за раз стандарт кольки есть в данном случае в данном случае вы говорите о видах деятельности по страну есть проекты неурочных научные следовательства а я говорю не о виде деятельности а принципе пока подходе о том чтобы он стандарт и проектный тоже но в стандарте главный подход это деятельность деятельность система деятельности этот проект он все виды и на уроке и в проект мы можем делать то есть ребенок сам должен щупать извлекать знания сам не должно быть простым заданием типа прочитать и что обязательно прочитайте и найти почитайте а даже лучше почитать перескопки перескажите то есть вагон должен быть который стимулирован к действию сразу если прочитать это пассивная задача то есть я уже даже советую учебника как выбрать в скобки учителя это слово они должны читать уже задачи зачем я мечтаю выборочное чтение смысловую я готовлю список причитайте и подготовьте вопрос придумайте вопрос к этому тексту прочитайте и заставьте план либо просто создать и план потому что в составе плана почитать соответственно начальник поэтому стараемся и как и так у нас конечно слишком ленивы стали все и в интернете что непонятно сразу угол окей и вот непонятно это очень плохо память не нужна сейчас даже поэтому надо и вот давай иногда какие-то проблемы такие вот вы говорите правильно о том что надо кейси почему проблемные ситуации ребята я у меня переезд дома вы богу одна желтая бумажка не печатаю специально на желтый из достоевского одна из толстого я не знаю где-то откуда из какого собрания что выпало не можете мне определить и дала им даем не произведение известно не войны ли и преступления специально что-то неизвестный текст пусть он подумает по стилю это лучше достойно мне это все-таки толстой потому что вы желтый например да любой кусочек чтобы они пусть они мозгами так и здесь также не диктуем он переводится а пусть пока покопаются сами так что даже если ошибся ребенок написал например неправильно да он когда услышал что он ошибся зачеркнул исправят это лучше запоминается чем если сразу чекли могут вставать пусть он уменьшит ну давайте попробуем с вами тут следующий слайд это ответы но мы у вас некоторые есть а тут у нас есть то же самое я вообще тоже ничего не там не вижу что написано давайте какой первый корень комитет авто авто это перевод какой авто это что такое авто для вас у как сложно очень учено автомобиль потому что движется как автобиография своя до авто это сам или свой здесь а первое асимметрия аморальный они могут понимать что асимметрия тем более наша как они нас строят отсутствие отсутствие апатия пафос патус это страсть а там в древней греции считалось что атом не делим дом эта часть а не имеющий части недели все понятно окошко открывается сразу столько из термина газетных и учебник все понятно станут во втором ангел ангел и ангел близко это человек мужчина хорошо дальше апу апостроф апофис апогей на на вершину на апостроф ну и так далее следующая страничка это разгадывается а вот давайте у вас посмотрим свое первое слово первую группу геология геометрия а по ней нашли в общем части земля очень хорошо георгий земледель хорошо пожалуйста коллега другие генеалогии генетику гость гена евгений геннадий геннадий гена рот очень хорошо рожденный рот да совершенно верно что это трудно ну как думаете что это что в общем-то каталога и катастрофа как и катарса создать зафиксировать хорошо а каталог как распорядок это означает сверху вниз посмотрите вот я не догадалась сама посмотрела каталог сверху вниз карточки доход ада я катастрофа разрушение катарсис тебя всего вот сверху мы переворачиваем защищали давайте дальше из того что они называли антропология потекантов и ламбургами человек хорошо да у вас ну а здесь качку ну причем аркучить коллеги поделитесь пожалуйста а где пила можно я буду да давайте трудно и да раз на диктах от ими хорошо оттягиваться рожденьки а свет калисанта ну это старше старше самый старший пожалуйста это подразния как и это они как тупо нет правда и забав и за махизм и за пол и за и за из-за пара это давление и зуба они постоянно стали линия можно линия вот гиб кстати у кого гиппопотам гипп это лошадь гиппопотам это вот такая лошадь гипп ипполит на лейзе филипп любящий лошадей вот ответы во втором слайде ответа но и здесь нет из-за пока дальше что тут из-за а гала а гала это молоко галактика влечный путь и galaxy как это называется гала концерт не связано а вот мобильный телефон и galaxy это вот тоже ось млечный путь galaxy путь галам лично ну сейчас пока синдром вот видимо почему-то тоже . площадка это давление паре это давление из-за баритон почему давление потому что голос может быть такой что из них из-за марта я на змеи и с греческом раме на подобное возникли не состоящий одинаково вот означающая радость подобие из-за марта изобразительный образ но и потому что изобразитель образ от слова из изображение первые так у вас тут из этого в общем интересно аналогии пила это антроп это человек это у нас а троп а тропов нет а Дальше латинизм, также с латинизмом не работает, посмотрите, пожалуйста, вам в словах терраса, территория, терракотовый, что такое терракотовый, что такое сложное задание вам, космос и косметика, что общего? Осмос, вселенский порядок, косметика, порядок. И здесь еще есть интересное слово, которое, ну спектр, спектр, для наших художников, ландшафтников, это взгляд, взгляд, обзор, отсюда проспект, Невская перспектива, и спектр это обзор всех красок, очень интересно, вдруг всплывают аналогии такие, которых мы и не ожидали. Рект, директор, корректура, тоже общий, управлять рекой, эквивалент, равный, экватор на равной части, да, эквилибриз, равный, равновесие, и мы сами, мир как будто стал разноцветным, заиграл, потому что до этого мы не все слова так вот думали, что могли понять их происхождение. Идем дальше. Таблички оставьте себе. Извините, вспомнила, извините, что не в тему, забуду потом. Это Толеран, происхождение от Толерана, Толерана, не от Толерана, который Тимур был, да, который был вождь. На коронации Наполеона, вот эти три дипломата же, Толеран. Не Наполеона, а вот древний был, когда, в 13 веке, у нас Монгольский бы был, а вот эти Толеран на полотне, вот этого Толерана, три, да, и один из них Толеран. Толеранность – это терпимость, да, и вы думаете, в чужой культуре, кстати, терпимость, причем не только терпеть, но и принимать, каким-то уважать. Но, опять же, это свой смысл, на самом деле, так есть, и говорят, что если бы он очень был мудрым, и если бы на его теории развивались бы все события в Европе, то мы бы уже в прекрасном мире. Вот так вам сказали. И я вдруг подумала, что Толеран – это сли, ведь у них это самая-самая основа отношения. Там, может быть, Толеран, надо узнать про это, а тот был Тамерланд, который Тимур. Тамерланд – другое, а тот Толеран, Толеран. Ну вот, спасибо. Видите, из Парижа привезли какое-то знание. Надо сразу его закрепить, посмотреть. Толеран – это, например, всегда используем, когда изучаем военную меру, и как раз вот я расскажу про карьераму, ну, то, что узнала. А то, что узнала. Хорошо, правильно. И вообще чаще можно, ребята, давайте вместе подумаем, почему, я не знаю. То есть вот тогда не бояться провокационных таких, когда учитель, и на самом деле вместе ищут с детьми не зналось. Ну, не знаю, так сказать, поищите. А, еще одна игра. Коллеги, вот это ряд упражнений, каждый слайд можно на каком-то одном из рук используя, можно как внеурочное, можно как какой-то КВР. Вот эта игра – фобия. Существует около 50 фобий международных квадрификаторов. Извините. А здесь у них только бегом от Титсона, Титлера одно, а второе – это Титлера. От Бориса Титлера. Да. Два раза, подлинные технологии. Субтитры, что он убил от Титлера, Титлера, Титлера практически всех. А, то есть вот это были… А вториченный источник? Может быть, это мифологема такая уже, да? А вториченный источник только нас спасли. И преображенцы. Все остальные. А Википедия? А Википедия? Да, в этом смысле. От слова «толерантия» в один, два, один, три. Да, да. Оплатить терпение? Конечно. Мне кажется, это то же самое, что у нас в Васильевском острове уже летят в Васильевском. Ну, ну, да. Да. Но все же, что созвучно. И даже нужные друзья берете вот, да, да, да. А, то есть все начали сменить? А вон сверх праздывал и остался… Ну, это просто оказалось таким созвучим. Слово-то древнее, действительно, да? Вот латинский корень, спасибо, терпение обращает. Ну, Галин, дальше играем с фобиями. Фобия – это страх. Существует на самом деле 50 лет, даже больше международным модификатором. Ну, нет. Надо догадаться, чего боятся гелиофобы. Чего боятся? Солнце. Солнце. Они бы не сидели сейчас назвали, боялись солнца. Скажите, пожалуйста, ну, все тут понятно, да? Гидроводы боятся. Дентофобы. Дентотантисты. Замереводачей. А вот кинофобы, кинологи – кинофобы. Собак – боятся. Гин – андро. Мужчин боятся. Гин – гинозгинекология. Женщин боятся. Ну, и дальше такого вопроса. Кто, с кем могут подружиться, он такой шуточный вопрос. Но он требует именно понять, что за люди, чего они боятся. Вот как вы думаете, кто с кем могут подружиться? Гидрофоб с гелиофобом. Один воды с дождевый день выйдет, другой с солнечным. Один воды. Один воды. Потому что они даже в разные дни выходят из дома. Вот есть человек, который аудофоб. Аудофоб – это актор. Он двое создался. Аудофоб – тот, который только и там может один быть. А автофоб, боящийся сам себя, может быть, он только с людьми может быть. Да? А там есть еще звуков. Логов. Логов. Боится слов. Да? Тот, кто боится говорить. Ну, подумайте. Не будем сейчас времени тратить на это. Игра такая может быть хорошая. Зато дети запоминают, там, шутят, смеются и запоминают вот эти слова. Да? Андра, Кино. Тетрафоб. Боится 4. Цифра 4. В Японии эта цифра считается такой же страшной, несущей несчастье. Да. Ксена боится иностранцев. Ксена боится иностранцев. Ксения – иностранные, да, странницы, чужие земли. А кто у вас? Что на самом деле? Чуть-то манит. Да, у них… Криптомания? Криптомания. Мания – это, наоборот, страсть, да? Криптомания. Криптомания, да? Криптомания. Вот, клиптомания прямую не знаю, что означает, тоже надо смотреть как фунтены. Может быть, да, скачет. – Люди желайте взять чужой. Мания. Потому что оно тебе не надо, мания, оно даже тебе не надо, но ты его берешь, потому что тебе хочется его взять. Да, не только взять чужой игромания, например, да, мания там вообще страсть почему-то. коллекциями можно разобраться с ребят тоже хорошо что кто нумизматы монеты здесь задача она из вас участвует ребят здесь кто такие самое последнее слово крокодила фило фагофобы начинать надо с конца фобия фаго пожиратель фило любовь они боятся тех кто пожирает любителей крокодилов раз они боятся те кто пожирает любителей значит они сами любители как раз они боятся пожирать вот такая логика непрямая есть на 650 гимназии на петроградке которую трудно детям поступить очень это школа городского набора также как математические 2 3 9 30 вот 650 она гуманитарная и там хороший учебник написал латынь по древнегреческому языку один из учителей и вот мне очень нравится как задание не заглядывая в словарь определите какой из желтых слов обозначает коллекционирование открыто минералов карандаши и ручек вот очень хорошо не заглядывать словарь потому что это то усилие напряжение ума который сейчас требуется вот пусть тут каждая желтая с каждым синим можно будет будет потом разгадка вот здесь науки и хорошие рекламные мы же с вами учим уже предприниматели которые должны уметь подавать рекламировать реклама у вас есть мы нужны паркетинг нами не сдавали так что мы захотелось помнить например петрология , или как узнать все о таинственных камнях петр камень или например графологии я двоеточие ты сможешь определить что он по почте пусть они к этому здесь вот вид работы интересный творческий сначала название учебника они должны понять что это догадаться а потом такое призывное заглавное сделать чтобы захотелось купить то есть такой элемент маркетинга чтобы привлечь интерес к своей науке к своему учебнику криптовалу ведь ну вот какие тут у вас вам самим интересны какую книгу вы купили каждому вот так себе гиппология гиппология хорошо это что такое наука о лошадях совершенно верно инфекционологии покупаю а там на обложке изображение кого таракана таракана или инсект гласиком и ну и так далее это народ по налоге следующая слайд это вот переводы чтобы себя проверить какие науки краски что изучает очень интересно это можно подготовить говорить о проектной деятельности детям дать задание все про врачей вот мы пришли в такую фантастическую клинику где все все болезни лечат какие там кабинеты вот скажу что кто лечит и почему пусть значит одна группа детей сделает нам такой справочник путеводитель у меня а дальше вторая группа с числами работы особенно тех кто занимались музыкой вот очень интересно что на наименование нумерология пришла с латинского из греческого параллельно би пинок и до дуэт два с римского и так по всем можно числительным пройти тетра как называется хор из четырех человек квартир квартир а в то же время тетра четыре вершины то есть тетра и кварта вот три три 5 сперта и квинтет квинтет это из пяти человек и пентагон из пяти частей ну и вот такую параллель выстроить интерес латино греческие корни которые в нашем современном языке актуальны и то и другое 7 также 8 почему акты актер октава это восемь и актер актер получит восьмой месяц быстро спросим когда у меня начинался декабрь 10 декабрь значит на 2 марта и не в первом марте хорошо то есть нумерология такая здесь полезно 100 гекатонхейра в гречесе это сто руки геката гекто 100 дальше очень интересно с цветами но тут вам наверно плохо видно или ничего это тоже из учебника 7 зельченко 610 тут трудно их да но можно понять например охрос охра соединить какая охра какого цвета желтого охра осенью мелас да меланин мела это на самом деле черный алейку левкой это белый лейкоциты левкой меланезия страна темнокожий меланхолия развития черной желчи черный мелос левос на это понятно ура это так же как кирбер цепи киркус цирк кц чередовались когда приходят нашли цианус цианистый цианиды это в каком степке речи серый цианид синий серый хорошо пир хлорос хлорос хлорофилл зеленый и остается красный потому что эритроциты трудно написать вот эти слова кажется на масти когда вот здесь как раз давайте как мы с вами знаем например фейте мы помним что они чередовать федор это теодор то есть что такое а кто такой очень трудно кузьма козмо козмо кузьма кто такой как вы думаете красным ищите да почему это не солнце козмо вы сказали козмо и космо устроитель мира умница хорошо афанасий а отрицание афесты от она тана танатос это смертная смерть отрицающий смерть афанасий бессмертный есть и третья красная ну кузьма понятно денис связанный с дионисом бог веселья бог пьянства виноделия греха дионис денис посвященный богу веселья федор дарованный богом афила фея попробуйте сами филы любите афей и любитель да богат а и это гелия солнце гелия дар дар солнца и 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 на и и и и и красный а этот одно и то же и не по вертикали идет на разных языках это просто им для справки интересно показать они это совсем смешное название классика который любит повеселиться смотрите может дифференцировать как вы думаете такое задание соотнести разу слова и вот иностранные они все одна строчка а русские взвинутые кукури куке кирики это все одно чему соответствует а вот что такое да это скорее всего пчела пчела петух кукушка а здесь найти ту строчку иностранных языков которые будут соответствовать вот что смешным ну тик так это понятно ток-ток-пок-пок-кнок-кнок тук-тук-тук молодец а вот это что такое это гав-гав да это гав-гав а вот это что мяу му му это корова или кошка мяу а где ж так гав-гав мяу поиграешь интересно это говори по-разному слышать они похожи слышали но некоторые вещи различают национальное сознание теперь снова переходим серьезные дай бритьевную войласти были верить деньги что пришлось литературу визит совершенно не рассказали сейчас реалистов ура немецкий романтик да 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 мир не 4 двоевластие из политики когда рассказал из истории а двоеверие вот это двоеверие из истории потому что личное христианство а двоевластики ну оба они из истории конечно удивитесь принимают вступительная в 5 класс 610 дети которые могут разложить не понимая даже терминов например на догадываясь я не знаю точно да но догадываясь что это это например в политике это из медицины вот это языковое чуть-чуть можно дать своим а потом подтвердите дома что вы правильно разбили по другу да по разному можно поработать не хочется работать можно убрать хорошо подбирать однокоренные слова подбор однокоренных слов например грэс это движение какие-либо кто больше прогрессирующая дальше все только от них упражнений агрессия движения хорошо спасибо ну и вот греть лаба труд лаборатория и так далее хорошо тоже когда а это а это древний русский корень благо что эти слова сейчас если я уберу эту слайд закрою и скажу ребята напишите мне каждый без словарей 10 слов с корнем благо напишут а их было просто они все ходят в жизни из активного владения нашего а весь от них такой аромат эти слова они связаны с религиозной и свадочной и духовной сферой и вот они назовут там благодарить благополучие их зовут о них только слов но когда мы открываем эти слова они все таким вот такая аура такое духовное исходит из них сияние вот что такое просить благословения у родителей маша миронову просит да 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 а мы сейчас просим и вы просите у родителей это не такое слово уйдет уходит слово уходит явление уходит совершенно верно метель да да мало благословения тебе ты ко мне не очень благорасположен раз это кто-то скажет сейчас никто не скажет тогда ты меня ненавидишь ты меня бешеваешь такими словами не говорят а вот благословения мне благословения хорошее это составьте словосочетание составьте предложение с помощью литературных персонажей которые могли да и что они могли говорить этими словами пользоваться а это интересно просто для нас с вами как на филологу мелко очень видно это значит что частотные слова да вот здесь написано число сколько слов встречается на миллион слабоформы вообще всех миллион слов и прогоняя через компьютерный словарь самое частотное слово в русском языке видите да это предлог в и это тоже философ он встречается 42 тысячи раз на миллион словам чаще других да и мы видим они все короткие это местоимение как правило да ну понятно что это конечно служебные части речи и местоимения которые заменяют знаменательные но вот по предлогу в характерному для русской картины мира Михаил Штейн сделал вывод что это наша картина мира такая вмещающая в себя у нас всегда что-то во что-то включено и вот этот круг да это толстовский сопрягать нами может конечно здесь другие языки мы не знаем с этой точки зрения а кто-то сказал свой язык нельзя хорошо знать если ты не знаешь ни одного иностранного языка потому что познать можно только выйдя и посмотреть сопоставить свой язык с иным языком но и вот для нас все-таки все равно интересно подумать почему это слово наиболее частотно в русском языке а брали по текстам популярным массово газетные тексты брали узкую речь записывали какие-нибудь частотные слова речь ну же детям можно можно задание проектное составьте наиболее частотный словарь учащегося строительного колледжа или словарь слэнтера очень интересно я думаю что он будет 10 известным словом это будет им скучно они все люди же спрашивают паузы 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 у вас то дети все-таки идут они не самые не самые не самые у нас все разводить у нас есть из гимназии которые приходят и им все да есть разводить то есть то есть у них которые приезжают в валюты петербурга некоторые приезжают они готовы да то есть чувствовать в салон запасах для русского большая не не ма а молодежь употребляет не слушать что круто отстой супер да нет не я я не думаю как особенно эмоциональная лексика да вместо чтобы сказать там я был не захищен они говорят круто супер проектное задание кстати составить словарь сленга когда они составляют словарь четверть по составляли принесли и казалось будет стремно стремно это как у одного написано это и страшно и стыдно и это как-то неловко и мы понимаем они составляют словарь зачем какая у него супер цель учебной понять что сленг слишком размытые значения да супер это высшая степень удовольствия и высшая степень мастерства и уважение твое к кому-то то есть мазками такие люди что он очень выразительный слаб но он проигрывает языку литературную в точности то есть это не точно вот все ты должен получаешь такая задача стать слабором ведь интересно посмотрим какими русскими словами мы можем это я пропускаю задачу посмотрите уже судим отберете что для олимпиад здесь и для заданий наоборот дать им например стремно и русские слова как можно больше пусть выберут подходящие или там круто и тогда они поймут что и в литературном то есть аналоги вообще чем больше придумал тем больше оценил балл а потом еще не балл а степень балл вот дальше у меня карточки ну видите парк не поставили поэтому я вам только покажу может быть несколько видов карточек которые они вот все в презентации представлены то есть можно самим потом нарезать они делятся на два сначала жирным шлифтом написал как экстремизм анекдот приоритет конкуренция а вторые карточки соответственно их первичное словарное значение выкрикивать не твердый отпечаток стереотип маразм это значит узнурение расслабленность и вот подобрать переводок к словам соотнести вот здесь не очень хорошо видно да так сейчас я найду тут они все разбросаны для того чтобы пилитет ажиотаж это вот название тропов стать очень хорошее сразу и задание по литературе терминологии литературические термины а по-русскому соотнести найти точное значение имейте ввиду только что здесь все таблицы перепутаны это все таблицы задания да это не ответ вот пошли карточки первоначальное значение заимствованных слов у ребят это все в виде карточек перепутанном виде лежит а потом они пытаются сложить а потом мы покажем как нужно например вне крополь мертвый город хотя бы хотя бы давайте давайте вне крополь вот коричневый например плохо написано в переводе да они туда разного цвета они по группам работают одной зеленые третьи синие и вот они заставляют вот здесь например удивляет вас либретных книжечка они могут знать стоять как лото собрать старинности каждая с каждым очень хорошо что вы интересовались я рада что работала знаю что 1 2 не может сбегая думает я или старчик у меня еще дома сохранились и иногда они просто как будто я там с кем-то еще смотрю не успокоился казалось бы на уроке нельзя такие вещи пока он делал он там слушал или что-то еще вот вот всякие приемочки вот сейчас смотрите у нас 4 вида речемоснительной деятельности пишу читаю говорю слушаю 45 минут урок у вас ну даже студенты вот я еще на втором на третьем курсе работаю они тоже устали вытащат устали ехать полторы часа очень тяжело слушать и что мы работали 15 минут давай лекционный материал 15 минут они отвечают поговорили 15 минут написали напишите сейчас почитали если видишь что на карте раздалили а еще остается от урока одна часть и эта часть на движение студенты тоже хорошо кстати вот например как а можно просто нет у нас это предложение предложение нарезал нарезал предложение все как я рада давайте с вами проведем одну такую что английский без вас никак я еще кратки понесла но я думаю вы думали будут одни славестники потому что вы разные секса они может тоже знают из картики а вот и хорошо давайте я тоже только русский так что у меня сейчас полегче что не да тут вообще трудно но решить все можно даже плохо знает язык ну давайте вы знаете я начну вот коллеги привет а у семьянник у семьянник а у вас все это масло это масло у семьянник и у у всех держите я вам даму семья у вас есть семья? у вас есть семья? у вас есть семья? ну давайте попробуем там где семья? у меня нету у вас есть семья? вы одна получаете словить? нет, еще Анна Петровна где она Петровна? а, Анна Петровна тоже вот там где все меняли без глаза нашли подходящие прочитайте перейдите вас слишком много поворотов а, очень хорошо, спасибо а если дети у вас немецкие знаем и они смогут в общем-то перевести без словарей по словам нет нет, нет, нет уровень не очень хорошо но я вчера посидела я, наверное, временно как раз дети звали ну потому что кандидатский сдавок ну, то есть я плохо но все равно можно без словарей то есть какое-то одно слово увидел ребенка? ну, то есть я так всегда следующее какое это что? я не очень понимаю я не очень понимаю я не очень понимаю я не знаю я не знаю это не знаю что там идти на пылин не образуется не образуется да, да это может быть клинки а тут еще один может это лайфжоу да подробное подробное да так это да тогда это вот сказали да что же такое не видно пылинки? да да мук 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 когда полетит свинья у copper пустимость кабин подавить друзья он осечка другости на англичане надо зайдите пожалуйста пролезь любишь когда цены саночки возить там где надо потрудиться овощи у нас вот как ты дышишь брю это что сваришь что будешь пить как интересно это что сваришь вторая пословица русская какая без труда а у вас пока без труда вот какой тогда вы все эти помнили тут все похоже спасибо ну ладно коллеги давайте пока это вам оставим на домашнее задание потому что вы среди нас словесники полезные согласитесь это полезно потому что следующий по контрастивной лингвистики сейчас я пропускаю слова все эти на карте что тут пишут работа работа с пословицами работа с пословицами работа с пословицами это а до пословиц еще есть есть имена собственные которые стали нарицательными символически имена все перепутано например орфей мы называем орфеем кого мудрый настоящий орфей совершенно верно а вот вам трудно антель это силач который которого не мог гератт победить только оторвав его от земли потому что он был связан с соками с матерью и землей он его задушил юрак антель антель это человек накрепко связанный с родной землей здесь да шестое человек связан с родной землей остальные не очень трудные да можно догадаться Кассандра Церцея Пенелоп вот Пенелоп это образ какой женщины ну ты моя верная Церцея волшебница Кассандра предсказательница вот это тоже культурный фонд который у десятиклассников нет одиннадцатиклассников мы помогаем вспоминаем мифы можно дать группе детей продвинутых выбираем почитайте греческие мифы расскажите об истории одного аргус и церковь вот церковь охранная сигнализация это все стражи церковь стражи аид трехглавый пёс а аргус это тысячеглазые чудовищ тоже интересно да кого мы аргус называем ну и так далее фурия мстительная женщина злая сварливая ты как фурия сейчас в этой литературе встречается но забывается так вот тут тоже мы посоединяли кого мы так называем это хорошее тоже упражнение я думаю что это частями надо по разным схемам ну так один слайд взял сегодня можно пять минут в конце каждого занятия да 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 это будет очень много материала здесь фразеологизм фразеологизм русские антонимы если найти здесь антонимы соединить из первых уст например что-то получить а там плохо они да и в третий как в третий а хорошо стрелянный европей это опытный опытный а здесь антоним антоним второй дельяна муха это угощение навязчивое навязчивое а здесь в салонах любого да вот и будут выписывать да соль нет соль отсутствует здесь наоборот синонимы соединить вот это нормально распечатывается и можно раздать и пусть поработают в одиночке в группе это наш ответ сленгу кстати фразеологизма дает выразительность языку а мы их не уцепляем а это конечно смешное задание это перевернутые такие вот идиомы и хоть реальный день меняем каждую на антон полярная ночь черный голубь белая другая птица ворона отделяем противное вредное полезно нет соединять приятное с полезным здесь зерна плен тоже хорошо но это общий смысл праздник подъехал нашла коса на камень тут смешно тут не везде антонима но здесь давайте здесь кто увидел какой перевод и смог перевести дети хохочут последний пельмень стрелой последний меняем на 1 пельмень на блина комом почему стрела да и с комом тут мне очень понятно там толстая там толстая где толстая молодцы где толстая восьмое искать пятый бисектриса искать пятый угол девятая и колдор как империя и колдопили на 3 плату на вашей церкви скатертью дорожку до нашего порожка или от нашего скатерржка от нашего тут все положишь ближе возьмешь хорошо ближней встречи ближней встречи это дальние проводы лишние нехватка лишних они смешные пусть поиграют кто оставит сами друг для друга а вы возьмите только те которые сами ответы это полезно вообще даже пришли у меня друзья приходят новым год все правильно а вот скажем когда ум расслабляется ну вот такие смешные что-то многовато даже а вот английские пословицы и поговорки англичан тут много поэтому мы даже можно ну например тихие воды глубоки а русская пословица аналогичная какая следующая пословица между двух огней вот похоже ну и так далее большой поиграть главное что при переводе мы понимаем что у любого народа пословицы систему ценности отражают а система толерантность почему потому что одна и трудолюбие дружку доброту милосердие успевает и полицает противоположное качество если из других национальности дети в классе то очень полезно сказать в вашем родном языке какая есть похожая пословица мы ездили в Чечне в Лето в Крым там тоже много национальные классы и это полезно это скрепляет когда дети понимают ищут такую же пословицу и понимают что в общем то в том же народ это не должны выждать политики вот как две горошины по-английски а по-русски хорошо или у вас пока ну как две как лучше разбираться как курица в перце хорошо делайте сковороды блюда из лути слона родиться с серебряной ложкой во рту а это немцы среди нас нет учителя немецкого но любовь выворачивает на изна зрение и слух как он теряет близко любовь слепа любовь зла не придется допустим для дурака дураку закон написано какой полезный с немецкого с английского вы переводили очень важно коллеги вот смотрите один госбергборщик это один в полиневой да вот здесь табличка такая да молодец совершенно верно сразу бы нас коллега сказала это мы напишем в какой в этот столбик один в полиневой или в этот извините он бывает на уроке это суди нам легче сразу похожие высказывали с кем-нибудь а если я вас попрошу можете ли вы сказать что означает эту пословицу один в полиневой нет вы суждение должны сказать а а человек не может сделать крупное дело хорошо один в поле не будет это вы опять сразу посередаете а вот как вы объясните очень трудно шаг иногда легче сразу слоить пословицу а вот это обобщаться нельзя победить в одиночку нельзя держать победу в одиночку трудное дело нужно делать сообща да одному плохо одному тоже когда на ладони вырослут волосы на болгаре рак в смысле молодец но опять вы пословица а что мы напишем что вообще назначил одно слово либо никогда либо в очень отдаленной перспективы почти никогда никогда или очень очень трудно это абстрактное мышление когда они не пословицу вспоминают а трактуют что означает это пословица развивается вот здесь тоже да и вот ряд заданий идет на работу с разными пословица у семи нянек да без глазу что там еще да скорее всего только она еще только не надо было да здесь вот это я взяла сканированный словаря здесь словарь посмотрит что мне здесь понравится ну иллюстрации ладно для наших взрослых детей очень важно вот это значение ведь только до зубни хотелось бы что-то получить да нет возможности это желание щитить вот они истолковали автора словаря а на самом деле попробуйте деткам дать кто какая кто как раз толкует одну и ту же пословицу это трудно бывает следующий пословица тут несколько взяться за кушни и говорить что не идешь как бы истолковали это я взялся но не делал хорошо только нельзя использовать те же слова чтобы посудить для слова взялся закрепляться заменится сами приступим за делу то хорошо вы тоже хорошо запрет 2 посоль она навесить обычными словами не использует сейчас посмотрим взялся 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 ну вот попробуйте терять пословица на самом деле трудный путь проделать нежные мыслители что про фразеологию я пропускаю теорию дома вы ее изучите да скоро все пять минут коллеги остался вы молодцы что выдержали до конца у нас уже устали все я сейчас может быть что-то как российского пример брать наши студенты как трудно вот мы теперь понимаем это это картина брейгеля называется сломанские пословицы у него здесь зашифровано 112 идиом и вот дальше ряд слайдов который крупный план на разные кусочки наводят это это на эту картину да и способствовать например опять она крупная сейчас попробуем я можно детям тоже дать проектное задание всю четверть сделал у вас в интернете можно эту иллюстрацию найти вот кусочек вот как вы думаете что делает этот человек который в стенку для головой стенки да битцы головой стенки это только один кусочек этой картины отчаянно здесь вообще 1 она держит воду а в другую руку она держит пугу в воду в тупе в тупе в тупе в тупе в тупе это мы увидели воду и сразу придумали а ведь в смысле она не толчет ее она держит на одной руке горячее а другой холодной то есть она какая сама вот это это не знаю что что делать сейчас у нее в другую воду двуличная это двуличие лицемей лжида она бы привязала чертов подушки биться головой об стенку а это вот наши похожие дайте иллюстрировать вот таким образом тоже можно иллюстрация есть а пусть они разгадают что это такое и что нет нарисовать можно нарисовать у меня вот они рисуют у вас все ой у вас и художественные дети есть волчат слушайте я бы связалась у меня набор большой но школьникам рисуют часто родители помогают потому что у нас у нас ну 1-2 человек а ваши они могут и лошадные причем так что не подписывать поскольку дели словаря нарисовали показывают например как не кормят все в лес смотрит нарисован такой волк лес там сзади волк с человеческим таким лицом смотрит а ему подносит на блюдечке то есть они могут в прямом смысле нарисовать а пусть угадает класс потом группа да посложнее выберут рыбак рыбака они месту рублей 100 друзей один взят просто сделан инсталляцию нашел старый 100 рублевый нашел и наклеил их много-много-много вместе потом все это перечеркнул сверху и длится ребята ну уж не бог ведь что но все равно интересно когда все у вас я сама пришла сканировала ваших ну вот с брейкелем поработать сначала а потом предложить с брейкелем трубу выкусает он трубу то что он делает кусать халку выделить юану ханжу то есть за собираем на богу молиться он у нас решили не все понятно потому что какой-то 12-13 век и тем более он пришел переусердствует получается и не думает только на бога надеяться демонстрирует свою церковленность явно да такой на самом деле от духа ну и так далее это я пропускаю тогда чтобы не понимаешь остальное да вот это кусочки этой картины бросать свиньи маргаритки а у нас не тащить да здесь очень походу на этом можно и закончить вот это из контакта я взяла это их язык переведите да они взяли хлорид натрия переведите или другое высказывание вот мы увидели как ребят в контакте разместили попробуйте любую пословицу зашифруйте да дальше все понятно интересный материал на этом закончу я спасибо что вы пользуетесь я надеюсь что помогут они на занятиях вот я вашей руководитель да а сейчас можно можно скачать на флешку да подойдите подоскочить один образец остальное не буду вы хотите взять ну образец или ладно ладно все не надо а вы давайте все как вам а прямо ну потому что вы говорите в энергии не скажешь что еще три пары провели вот сидели сегодня 10 часов да и так живучи у вас уставали а можно вот эту презентацию я это может помочь уже хорошо это не читать да давай я сегодня всем 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 скину какой я вам давай все 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 Они же в Катастрофе будут еще учиться. Тогда свои дети по этой школе, не раньше. Это тоже хорошо. Вот эти игровые дети, мне нравится. Вот они вчера получили удовольствие. Все хорошо. Каждый. Так, все, вы загрузились. Сидите, да. Все, погоди. До свидания. Спасибо вам. Вам успехов в работе вашей трудной. Спасибо. Проверим время, помогите мне. Лучше. Я вам благодарна, что вы меня отмазали. Спасибо, коллеги. Успехов в работе. Мы вам есть, как воняемся. Спасибо вам. Мы тоже вас увидимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо за возможность. Да, приглашусь чем-то больше, чем мы имеем. Спасибо вам большое. Ну, конечно, потом... Я поняла. Не-не-не, не трогай. Нет, вы скачаете. Это то, что я не делала. Нет, я не делала. Спасибо вам еще раз. Спасибо вам большое. Да, извините, что... Но хочется... Говорят, что сам сосну. Дай его хорошо. Все. Хорошо. Спасибо вам огромное. До свидания. Я с той стороны закрываю. Давай все, давайте. Спасибо. Пока. Пока.